Здравствуйте! С вами Андрей, и это новый выпуск проекта «История Армении». В прошлом выпуске мы коснулись географической стороны возникновения армянского народа, а также рассмотрели различные версии его происхождения. Если вы его не видели, то перейти к нему можно по ссылке в описании к этому ролику. Сегодня мы двинемся дальше по истории Армении и узнаем о первых государствах на Армянском Нагоре. Как я упоминал ранее, первое государственное образование Армении носило название Аратта. Сведения шумерских источников об Аратте относятся к 28-27 векам до Рождества Христова. Аратта была страной с теократическими порядками. Это вид правления, при котором светская и духовная власть находилась в руках духовной касты, управляющей страной от имени Бога. А царь Аратты был верховным жрецом государства, при котором действовал Верховный Совет Старейшин. Также у шумеров упоминаются различные чиновники, служившие при царе, сборщики податей, надзиратели, управители и так далее. Аратта занималась экспортом металлов и драгоценных камней в обмен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты. Примечательно, что в Аратте в качестве тяговой силы использовались лошади, в то время как шумеры использовали ослов. И в связи с этим первое упоминание лошадей в письменных источниках связано с описанием в них аратского государства. К слову, именно использование лошадей в экономике и военном деле привело к беспрецедентному прогрессу Аратты. И раз уж коснулись военного дела, стоит отметить, что сохранились сведения и об Аратской армии, и о ее хорошо укрепленной столице. Также в одном из сообщений об Аратте до нас дошел факт использования там собственного письма, что также доказывают и обнаруженные на Армянском Нагорье пиктографические памятники, датируемые IV и III тысячелетиями до Рождества Христова. В период с XXVI по XXIII век на территории современной Сирии начинает возвышаться государство Эбла, связанное с соседними странами с широкой торговой сетью. Документы, обнаруженные в Царском архиве, свидетельствуют о более чем 20 населенных пунктах на Армянском Нагорье и прилегающих к нему территориях. В этом ряду особо выделяется город-армии, являвшийся столицей одноименного государства. Нельзя не упомянуть и о том, что в XXIV веке на территорию Месопотамии проникли семитские племена, создавшие первую в мировой истории деспотию. Основателем этого государства под названием Акада был Саргон Акадский, который также создал первую регулярную профессиональную армию и первую в Передней Азии империю. Однажды войска Акады даже достигли южных границ Армянского Нагорья, но потерпели поражение. Однако, куда важнее факт, что сохранилась клинописная табличка с географией государства Саргона Акадского, в которой впервые представлена проформа топонима Армения, а именно Арман-ум, находившегося на юге горного хребта Армянский Тавр. А четвертый правитель Акады Нарам-Суэн не раз в своих походах к верховьям Ефрата и Тигра упоминал страну под названием Арам. Но также имеются сведения о нескольких его походах против некой страны Субур или Субар-Туб, которая находилась на берегах Верхнего моря, то есть в бассейне озера Ван. Именно этот и многочисленные другие факты такого рода показывают, что Субур – это не что иное, как одно из древнейших названий Армении, равноценное топонимам Арата и Арман-ум. Среди прочих государственных образований тех времен особого внимания заслуживает Кутийская или Каркутская империя. После того, как Нарам-Суэн разрушил храмы богов и провозгласил себя единым богом, шумерское жречество обратилось за помощью к Кутийской стране, и горцы с Армянского Нагорья незамедлительно отправились в центр Месопотамии, где положили конец правлению Суэна и его жизни. Так Кутийская империя стала еще крепче и простиралась на огромной территории атаманских гор Дейлама от севера Армянского Нагорья до Персидского залива. В период с XX по XVIII века до Рождества Христова упоминаются различные государства на Армянском Нагорье. Среди них Цупана, Хах, Тугриш и другие. Все они занимались экспортом различных металлов, что играло ключевую роль в их экономике. А использование металлов и лошадей в военном деле обусловило военные успехи народов Армянского Нагорья в XVIII и XVII веках до Рождества Христова. А в XVI веке на юге Армянского Нагорья и на севере Месопотамии образовалось индоевропейское царство Митани, цари которого в армянской национальной исторической традиции считаются армянскими царями, и их имена находятся в приведенном мафсесом Харинацы списке хайкидских патриархов. Митани просуществовала до XIII века до Рождества Христова, пока не исчезла под ударами усиливающейся Осирии. Далее упоминается страна под названием Хаяса, в котором мы видим само название армянского народа. В переводе с хетского языка Хаяса означает «страна хаев», то есть армян. Хаяса находилась на западе Армянского Нагорья, и в нем существовал свой двор, своя армия и городские центры. Хаяса выводила на поле боя 700 колесниц и 10 тысяч пехотинцев, что говорит о значительном для тех времен военном потенциале. В последний раз Хаяса упоминается в конце VIII века до Рождества Христова. История также повествует о странах Найри. Это название впервые упоминается в источниках ассирийского царя Салмана Сара I в начале VIII века до Рождества Христова. Известно, что под названием Найри была объединена обширная территория вокруг озера Ван и к югу, и к западу от него, где были многочисленные племенные образования, объединенные в федеративные союзы, упоминающиеся в источниках как страны. Вместе с тем о Найри сказано, что эта страна была обширна и не поддавалась подчинению, имея великие города и бесчисленное имущество. А уже через два века в клинописных табличках о Сирии Найри упоминается не как союз или конфедерация нескольких стран, а как одно единое государство, насчитывавшее 250 городов с мощными крепостными стенами. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, чтобы поддержать проект. До встречи в новых выпусках! Субтитры создавал DimaTorzok